Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Людям свойственно творить. Именно это мы делаем. И мы увидим семью, человека, который строит дом, иначе говоря, строит свою жизнь. И вопрос, который нам следует задать себе, изучая Писание, строим ли мы надлежащим образом. И если мы хотим строить надлежащим образом, знаете, с чего это начинается? Ответ, с правильного основания. Кто бы не слышал сейчас мой голос, вы стараетесь чего-то достичь. Пока люди живы, они стараются достигать, они что-то делают, они чего-то хотят, они строят свою жизнь. Но вот печальная реальность. Большинство людей строят свою жизнь. на неверном основании. А к чему это ведет? В конечном итоге это ведет к погибели. Иными словами, наступит время, когда будет суд. Бог будет действовать в этом мире, и то, что ему угодно, будет очищено. То, что мы строим, оно несовершенно. Но если мы строим на правильном основании, то Бог восполнит то, чего недостает. Он сделает это совершенным. И у суда будет позитивный результат. Но есть и другой вариант. И этот вариант будет для большинства людей. А именно большинство людей отвергли истину Бога. И они не строят на Слове Божьем. Основанием жизни таких людей не является Мессия Иешуа. А потому основание их жизни не является твердым, не является правильным. Так позвольте мне задать вам вопрос, на чем вы строите свою жизнь? Большинство людей строят свою жизнь на том, чего они стараются достичь. И вот один из величайших обманов. Я часто учу об этом, но повторю еще раз. И вот этот обман. Большинство людей были неверно научены, что Бог должен помогать мне. Боже, у меня есть предназначение, у меня есть желание, есть цель. Вот почему я в этом мире. Но вы знаете, кто вложил такую цель, такое предназначение в их ум. Зачастую тот, кто дает такие мечты, это враг, дьявол. И он использует эти мечты, чтобы увести нас с верного пути. И так мы строим свою жизнь, пытаясь достичь чего-то. Но это не то, чего хочет Бог. Это не является результатом Божьего Откровения. И по этой причине мы строим на том, что не является верным основанием. Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 7 главу. Мы подходим к концу Нагорной проповеди. И так было предопределено, то, что Ешуа выбрал сказать в завершении своего послания. И так посмотрите вместе со мной 24 стих. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. Ешуа говорит, и так всякого, кто слушает слова мои эти. Вот эти слова здесь. Обратите внимание, что он говорит в очень определенных терминах. Он говорит, всякого. Одна из глупостей, которые человек может думать о себе, это то, что каким-то образом он является исключением из правила. Говоря о правиле, я здесь имею в виду духовную истину, тот порядок, который установил Бог. Никто, никто, никто не является исключением из этого правила. Эта истина относится ко всем людям. Не имеет значения, кто вы. Мужчина, женщина, еврей, язычник. Неважно из какой вы этнической группы, какой вы национальности. Эта истина относится к вам. И никаких исключений нет. И позвольте мне поделиться с вами о том, что эти несколько стихов, которые мы рассмотрим сегодня. Если вы изучите их и примените их истину к своей жизни, вы будете вечно радоваться, что сделали так. А иначе вы будете испытывать вечную погибель. Он говорит, 24 стих. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти, и вот ключевой момент, не только слушает, но он говорит и исполняет их. И вот нам надо что-то понять. Если я хочу иметь жизнь, которая будет поистине удовлетворять меня, достигать того, что Бог хочет, чтобы я достиг, жизнь, которая не будет ничтожной. Многие люди строят жизнь, которая в конце, когда придет Божий суд, а он придет. Тогда эти люди увидят, что то, во что они вкладывались, то, ради чего трудились, то, чего они достигли, сейчас они на это смотрят с точки зрения тьмы, смотрят, будучи обманутыми, и говорят, «Я так хорошо сделал, я так много достиг, и я доволен собой». Но что будет дальше? Будет Божий суд. Бог приведет все в порядок, Он произведет переход, после которого установит свое царство. И все, ради чего вы трудились, все, что вы делали, в один момент, говорит Писание, «Прочтите книгу Откровения, в мгновение ока, все это будет разрушено». Не трудитесь ради того, что не имеет пребывающей значимости. Вспомните царя Соломона, Мелых Шлому, самого мудрого человека из всех. И его книга, одна из важнейших в Библии, для строительства жизни, которая будет значимой, а не ничтожной. Это книга Кахелет, или книга Экклесиаст. И Соломон говорит, что у него была возможность, у него были ресурсы, у него была власть. Он был царем, он был богатым и мог сделать все, что хотел. И он говорит, что касается моей руки, я не удерживал от нее, не удерживал ничего, чего хотел. Что он говорит? Он говорит обо всем этом, и ни у кого, ни у кого не было столько возможностей, столько свободы, столько способностей, сколько у Соломона. И он говорит, все эти вещи, что я сделал, то, чего вы, возможно, так желаете, то, чего хотите достичь, Соломон все это сделал. И что он об этом сказал? Суета-сует. Это означает нечто ничтожное. Многие из нас работают, мы трудимся, и трудимся много, мы жертвуем многим, но в конечном итоге, все это окажется ничтожным, тщетным. Оно не будет тем, что будет иметь вечную значимость, если не будем слушать того, что Мессия говорит в Писании. Продолжим. Он говорит в 25 стихе. Вернемся к 24-му. Он говорит, Кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю... 24 стих. Уподоблю мужу мудрому... Что ж, обратите внимание на это слово. Это не обычное слово, обозначающее мудрость, но это греческое слово означает мышление, мышление, основанное на Божьем откровении. То есть вы слышите Божьи откровения. А где вам услышать Божьи откровения? В одном и только в одном месте, в Писании. Глупый человек игнорирует эту книгу. Мудрый человек, он желает читать ее. Он ценит ее, он читает ее. И не только читает, но и применяет откровения в своей жизни. Слово становится источником, инструкцией для созидания жизни, для строительства на правильном основании. Посмотрите вторую половину 24 стиха. Он говорит, Кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу мыслящему, который построил дом свой, это выражение, это идиома означает, построил жизнь свою, свою семью, заметьте, что тут сказано. На камне. Тут стоит определенный артикль. Слово камень в этой книге, позже мы увидим, что оно относится к Евангелию. Основание жизни такого человека евангельское послание. И через Евангелие, ваша жизнь будет навсегда изменена. Она примет другую характеристику. Вы будете смотреть на все с другой перспективы, с другой точки зрения, и вы начнете действовать и вести себя, делать дела так, что будете закладывать основания, такое основание, и вот слово, на котором я хочу сделать акцент, такое основание, благодаря которому ваш дом, ваша жизнь, то, что вы строите, устоит. Для того, чтобы, и вот другое слово, победить. Понимаете, через Писание и послание Мессии, мы устоим, и мы победим. Преодолеем разрушение этого мира, и получим жительство, вечное жительство, в Царстве Божьем. Если вы не верующий, вам надо остановиться, и подумать, все эти истины, не производят ли обличение в моей жизни? Дух Божий прямо сейчас говорит мне, и мне необходимо сделать в своей жизни изменения, мне необходимо уделить внимание не моим словам, но словам Писания, одно из самого мудрого, что вы можете делать, это читать эту книгу, но прежде чем читать ее, сделайте что-то, помолитесь, помолитесь так, о Боже, помоги мне понять Твое слово, Твое откровение для моей жизни, чтобы мне строить жизнь, угодную Тебе, которая будет иметь связь с вечностью и царством. Итак, Мессия говорит о мыслящем человеке, мужчине или женщине, он мыслит так, что строит свой дом на камне, 25 стих, «И пошел дождь, и разлились реки и подули ветры». Речь идет о бурях, и слово «реки» лучше перевести как «потоп». И вот это слово, я записал, это греческое слово «щитофон». Я записал, и знаете почему? «Щитофон» означает «потоп», который приходит и сметает все. Он весьма-весьма разрушителен. Другое дело, когда ваш дом просто заливает водой от наводнения, то какие-то вещи намокают, что ж, многое можно потом высушить и сохранить. Но когда приходит потоп, он разрушает, сметает ваш дом. Вот о чем тут идет речь. Дождь, наводнения приходят, и заметьте, что он говорит здесь. «И подули ветры и устремились на дом тот». Вот реальность, которую нам с вами надо осознавать. Есть противостояние, есть духовные атаки. Мы увидим, наступают события последних времен. И если ваша жизнь не построена, если она не утверждена, не основана на истине, на этом камне, на евангельском послании, на откровении Писания, что случится? Если она утверждена на Писании, то будет победа. Что говорит Писание? Дом не упал. А почему он не упал? Он был основан, утвержден, построен на камне в 26 стих. В 26 стихе мы видим противоположный вариант. И это о человеке, который не строит свою жизнь, не утверждает свое существование на Божьем откровении. Что говорят такие люди? Я сам буду принимать решения. Я выберу свой путь. Я построю свою жизнь такой, как хочу я. Что ж, вы думаете, что эти решения принимаете вы. Но позвольте мне сказать вам, вы знаете, кто на самом деле принимает их? Враг. Когда враг достигает того, что вы не полагаетесь на откровение Писания, на истину Божью, тогда он распоряжается распоряжается вашей жизнью. Вы можете думать, это я распоряжаюсь своей жизнью. Но вы обмануты. Понимаете? Есть только два варианта. Вспомните, как я говорил, Бог есть Бог дихотомии. Он говорит о жизни и смерти, благословении и проклятии, правильном и неправильном, добре и зле, свете и тьме. Вот что мы видим в Писании. И когда вы говорите нет Божьему откровению, тогда вы под властью врага, дьявола. И вот что он говорит вам, говорит прямо сейчас, это глупости, это неправда. Он скажет, меня не существует. Этого он и хочет. Если ему удастся устроить так, что вы не готовы к его действиям, если отрицаете его существование, думаете, что он сказочный персонаж, тогда дьявол может господствовать над вами и вести вас в погибель. Вспомните, я не раз говорил, что слово хасатан означает противник. Почему его называют противником? Потому что он любит приносить беду в вашу жизнь. А что делает Бог? Бог хочет быть благословением для вас. Бог хочет, чтобы у вас была жизнь и жизнь с избытком. Но это возможно только, когда вы откликаетесь на его слово, когда строите свою жизнь на правильном основании. Заметьте, что Писание говорит о том, кто слышит, но не слушает. Мессия говорит. «А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, задайте себе вопрос, действительно ли я исполняю слова Ишуа? То, чему учил Христос? То, что сказано в мессианском откровении, которое я держу в руках, исполняю ли я его? Потому что если нет, то вот чего вам ожидать. Это обещание от Бога. Поймите, это серьезно. Речь идет о вашей жизни. И есть некто, есть враг, который хочет погубить вашу жизнь. Самое драгоценное, что у вас есть, в вашу жизнь. Враг хочет принести беду. И поймите, когда вы говорите «нет истине Божьей», вот что вы делаете. Вы приглашаете в свою жизнь врага. Вот почему Мессия говорит. Снова посмотрите наш текст, 26 стих. «А всякий, никаких исключений». Помните, ни для кого нет исключений в Божьих правилах. «А всякий, кто слушает эти слова мои, вы слышите их сейчас и не исполняет их. Уподобится человеку безрассудному, глупому». И помните, есть мыслящий человек и есть глупый человек. А слово «глупость» говорит о том, кто знает, как надо, но не делает так. Я могу вам сказать, много раз, когда я отвергал дела Божьи, когда делал что-то, принимал решения сам, брал руководство своей жизнью на себя. Я сожалел об этом. Я знал, что так делать не надо, но делал. Вот что означает это слово. В форме глагола это слово означает нечто, лишенное силы. Почему? Вспомните, что я сказал ранее. Когда вы строите на правильном основании, что вы делаете? Вы побеждаете. У вас есть сила побеждать. Но когда вы поступаете глупо, вспомните, нам уже встречалось это слово в пятой главе Евангелия от Матфея, где сказано, «Если же соль потеряет силу», буквально, если соль становится глупой, никто так не переводит, но это то же самое слово. Когда мы поступаем глупо, когда говорим «нет» делам Божьим, мы тем самым ослабляем себя. В это время приходит враг и наносит удар. Вот почему Мессия говорит, смотрите очень внимательно, «Он говорит о всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой, каждый живя строит, но в данном случае человек построил не на камне, а на песке, глупо строит на таком месте. И вот снова приходит то же самое. Пошел дождь, пришло наводнение, подули ветры и ударили». Здесь другое, более сильное слово. «Ударили». «Ударили по дому тому». И что произошло? О первом доме сказано, что он не упал, он победил. Но здесь, поскольку силы у него нет, он упал. И обратите внимание на то, что здесь сказано. «И было падение его, разрушение его великое». «Имейте в виду вот что, когда Бог говорит о чем-то великое, и в данном случае огромное, огромное разрушение». Не станьте частью этого. Сделайте посвящение Богу сейчас, сказав, «Я исповедую свои грехи». «Я сожалею». «Я прошу прощения за то, что не принимал твое слово серьезно, что строил на своем основании, а это основание зыбкий песок». Многие люди не понимают, что они тонут в этом мире. Когда спрашиваешь кого-то, как дела, очень часто люди отвечают, «Да так ничего, такой человек не ходит в помазании Святого Духа». Люди, ходящие в помазании Святого Духа, это не те, кто сводит концы с концами, выживает, кое-как держится на плаву. Нет, тот, кто ходит в помазании Святого Духа, живет в избытке, в избытке добрых плодов, добрых дел. Итак, Мессия говорит, «Когда вы делаете немудрый выбор, будет великое разрушение». 28 стих. И когда Иешуа окончил слова, окончил эти слова, народ, что здесь сказано? Народ удивлялся, изумлялся его учению. Почему? Оно было таким практичным. Они знали, что он учил этому, не так, что кто-то рассказал мне об этом. Но что тут сказано? Очень важные слова. Что касается его учения, он учил, как власть, имеющий. Греческое слово «власть» «экскусия». Экскусия. Какое чудесное слово «экскусия». Что оно значит? Оно действительно означает власть, но также и силу. Эти две вещи раскрывают важную духовную истину. Когда мы живем и применяем слова Мессии к своей жизни, это дает нам власть над врагом. У него больше нет права властвовать надо мной. У него больше нет права делать со мной то, что он хочет. его влияние, потому что слово «экскусия» также означает силу. Его сила уже не больше моей. Почему? Вот ответ. Потому что я хожу в помазании. Поймите библейский принцип. Есть неразрывная связь, точная корреляция между принятием истины Писания и принятием силы помазания Духа Святого. Эти две вещи всегда идут вместе. А без силы, без помазания Духа Святого не будет. И об этом мы так часто говорили. Это истина Торы в первой главе книги Бытия. Бездействия, живущего в нас Духа Святого, вы не сможете обрести в вашей жизни Божьего порядка. Понимаете? Именно Божий порядок дает мир, превосходящий всякое понимание. Что это значит? Этот Божий порядок приходит через помазание Духа Святого. А Дух Святой, мы об этом говорили в Евангелии от Иоанна, Он есть Дух Истины. Он научит нас всей праведности, тому, что праведно в очах Божьих, чтобы нам демонстрировать это. И вот где у нас есть уверенность, мир, довольство. И знаете, что еще? У нас есть радость. Писание открывает нам, если я хочу построить жизнь радости, и эта радость основана не на мирских обстоятельствах, но эта радость не имеет значения, что происходит в мире, какие события, но по причине уверенности, по причине уверенности в Царстве Божьем, я знаю то, что происходит здесь, может быть очень плохое, может быть оно тяжелое, может быть мучительное, но я знаю, что оно временное. И что говорит Павел? Он говорит нам, что знает, и он говорит, я не думаю, что стоит даже сравнивать, что нынешние страдания, нынешние тяготы, они даже не стоят того, чтобы их сравнивать, с чем? С будущей славой, что у нас есть, и это обетование о Царстве, реальность Царства, будущая слава, которая есть у нас в Мессии Иешуа. Что он имеет в виду, говоря в Мессии Иешуа, что наша жизнь построена, на правильном основании, на его слове, и сводится это вот к чему, что вы собираетесь делать со своей жизнью, что вы строите, как вы строите, где вы строите, и каким инструкциям вы следуете, строя свою жизнь. Большинство людей делают что? Пускают жизнь на самотек, они принимают решение, лишь бы как, импульсивно, приходит ситуация, и они говорят, ну сделаю вот так, и решение всегда, всегда неправильное решение. Почему? Усвойте библейскую истину, вы никогда не наталкиваетесь на волю Божью, никогда так не бывает. Пребывать в воле Божьей, это осознанное решение, основа, понимание истины Божьей, и применение ее к своей жизни. А когда вы делаете по-своему, вы никогда не ходите в истине, истина открывается, она дается, и ее необходимо принять. Вот почему, если вы не интересуетесь этой книгой, если не приняли евангельское послание, вы обрекаете себя на жизнь великого разрушения. И слово разрушение связано с потерей, ущербом, неудачей. Многие люди строят свою жизнь так, что в итоге они останутся неудачниками на всю вечность. Не беспокойтесь об этом коротком, временном пребывании в этом мире. Будьте победителем, победителем в Царстве Божьем. Нагорная проповедь — мощный инструмент изменения жизни. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе. И желаю вам ходить в истине. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.